где вы но у нас во первых две олеси почему 2 потому что вторая была за этой первой которая вышла вот как хорошо я очень тяжело поднимается и на 4 делаем квантовый прыжок один два три и вы все в комнате да мы здесь отлично фейковая загорается красный маячок над ней над оригиналом зеленый они оба оригиналы просто вторая показана она во первых сидит как эмбрион свернулась она загнала свою олесь куда-то очень глубоко и разделилась душа или что она не занимается душой и как результат этот факт так это они сейчас оба является одним целым да это душа которая как эмбрион и она плачет а олеся она на физическом уровне делает какие-то свои дела что значит радуется переживает да растет детей переезжает пытается пытается исправить себя свои какие-то ошибки ищет но она не обращает не обращать внимание внутрь себя а внутри душа скрюченная как эмбрион плачет кошмар вот что она ищет извне она ждет что что-то сделает извне и у нее все изменится что кто-то виноват но она в глубь себя не может это как парадокс она ищет но она не задумывается не смотрит внутрь себя она не видит просто дальше своего носа она не в ту сторону смотрит она в сердце должна смотреть в свое а не на внешне материальные факторы хорошо то есть она не не анализирует она может ответить на много своих вопросов сама но она их не анализирует вот как то есть не развивает и не проговаривает но они ее интересуют хорошо мы приветствуем олеся интересуемся готова ли она знак диагностики доверили она нам свое биополе на период сеанса доверит и я даю команду на счет риска она начинает сканировать пространство над головой алисе под ногами таких тел алисе находит все это сейчас два тела сканируется или как вот эта душа да она встала в середину потому что я не знала как сканировать и она как сама внутрь вошла лая и отдал этот эмбрион у него особый свет внутри идет какое-то слово червь и 3 который по чакрам ходит сейчас вытащим его запустил его без червь клетки да 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 хорошо бис да ну а кто еще у нас покажу Rocket о静е красный красно рептилоид игры нет как да agree или 6 интерферентов. Хорошо. Все знают, где они находятся? Червь не знает, он избивается. У него очень слабое осознание. Ну ему не надо знать его беса. Ему бес объяснит. На чистке он находится. Хорошо. Сейчас мы начнем с реверса энергии. Дадим вам все темную энергию. Заберем все светлые энергии. После этого вы вытащите все, что оставили. Я рассинхронизирую вас. И мы сделаем проверку. Проверка будет 2 миллиона герц. Так что если кто-то что-то случайно забудет. Существует такая вероятность, что он может сгореть в клетке. Я этого никому не желаю. А призываю всех со мной кооперировать. И отвечать спокойно на мои вопросы. Любой обман. Или что-то недосказанное. Или двоякость будет наказанное. Хорошо. Я даю команду тонкой копии Олеси. И спроецировать все энергетические и сферические каналы. Ко всем ответственным подселенцам. Ответственным за чужеродную негативную и патогенную низковибрационную энергию в ее биополе. 1, 2, 3. Каналы выстраиваются. Сущности. Каждый подходит к своему каналу. Я даю команду тонкой копии. Произвести отчуждение всей чужеродной патогенной низковибрационной энергии. Откат всех негативных программ, негативных мыслей, форм. Пошла энергия по каналам чужеродная по отношению к Олеси. Энергия страха. Энергия неуверенности. Энергия всех болезней. Все то, что она могла получить от них, возвращается к ним. В силевом потоке. Хорошо. Так. Считай цифру Беса над головой, Вера. Восемь. Восьмерочка. А Червь – это желание. Желание, которое Бес запустил. Бес. Ах, вот как. Подсадил он ее на это. Вот как. Хорошо, Бес. Так ты специалист в сфере алкоголя, да? Ну, у каждого свои фишки есть. Кто на чувствах, кто на алкоголе. Ты по алкоголю, да, специалист? Он меняется. Кто меняется? Он показывает, что у него учителя хорошие были. А кем он меняется? А, в плане меняется. Он сейчас визуально мимикрирует или что? Ну, нет. Он просто этим показывает, какие рогатые учителя были у него. А, понятно. Хорошо, значит, у тебя хорошая школа стояла за тобой, ты полностью все. Это мой конек, он говорит. Ну, видно, да, понятно. Расскажи мне за этого червя. Я и другое могу. Да я не сомневаюсь. Меня как раз интересует сейчас именно насчет этого червя. Это червь алкогольный или как он называется у вас? Это червь зависимости. Это когда внутри тебя сидит что-то неконтролируемое, и ты всегда возвращаешься к этому. Это может быть наркотики, алкоголь, игровая зависимость и многое другое. Я полагаю, ты абсолютно прав, потому что все так и есть. Я просто с червем зависимости первый раз встречаюсь, но я понял, что у него... Это высший пилотаж. Да, я говорю, ты крутой. Определенная школа. Холом на лимине. Поздравляю тебя, хвалю твоих учителей. Конечно, там, наверное, крутые высокогерцовые демоны тебя обучали этому. Так ли? Бери высший. Да ты что? Прям так? Аж там? Да. Ну, хорошо. Я специалист в этом деле. Очень интересно. Скажи-ка мне, есть ли лярва в биопуле, Олесе? Да, на горле лярва. Хорошо. Значит, у тебя есть желание меня спросить, отдам ли я тебе эту лярву. А вот ты спроси, откуда она. А вот ты мне и расскажешь, откуда она. А за это я тебе ее отдам. Кричит много. Крик. Вера, черная лярва. Ну, посмотри. Это больше 10 лет. Она накопленная. Она черная, но она накопленная. Понятно. Хорошо. Неконтролируемый крик, неконтролируемые эмоции, злые слова. Это чистота беса. Здесь, как ни крути, он пришел на свою чистоту. Я бы не сказала, что она неконтролируемая. Это привычка, реакция. Чтобы что-то контролировать, надо хотя бы задуматься над этим. А тот, кто контролирует ситуацию, не кричит. Тот, кто контролирует и хочет избавиться, он растет. И привычка отпадает сама собой. У тебя нет никаких оснований к таким людям подходить, я так полагаю. У них вибрации другие. Я не могу застучаться. Понятно. Все понятно. Благодарю тебя за этот ответ. Как у нас с реверсом, Вера? Подожди. Он говорит, что даже у высоковибрационных душ есть свои грешки. Они же в физическом теле находятся. И иногда я могу подобрать определенного червячка. И запустить. Ну так ты, по идее... Даже высоковибрационный душ. Вот как. Понятно, да. Такие случаи тоже бывают. Мы в курсе таких случаев. Реверс закончился. Устанавливаются фильтры с золотой сеточкой на все каналы. И в порядке реверса. Олеся забирает всю чистую, светлую, божественную энергию. Обратно пошла энергия. Божественная, чистая. Один, два, три. Все, что у нее похитили, все, что у нее изъяли, до последней капли, возвращает Олеся себе обратно. Она, хозяйка своих энергий, возвращает все свое себе обратно. Хорошо, Беса, а как долго ты находился в биополе с этим червем? Я четыре года назад пришел. Четыре года. Ты привел... Ну все, не начиналось так быстро. Мой червь был маленький и худой. А сейчас он толстый. Я бы даже сказала, жирный. А что ты с ним делаешь, с этим червем потом? Как он тебе вообще? Как источник энергии или как это себе представить? Генератор энергии или... Что ты имеешь от этого? Вот так. Ну в конкретном случае. Понижение вибраций. Где мне комфортно. Уютно. Не хочется прыгать туда-сюда. Здесь еще много ресурсов. Переходим к рептилоиду с Грэми. Как долго вы находились в этом биополе, рептилоид? Год. Один год. Хорошо. Красный дракон считает цифры над головой. 327. Понятно. Как долго ты находился в этом биополе, красный дракон? Пять лет. Пять лет. Инкуб. Как долго Инкуб? В биополе находится. Подожди. А дракону какая-то информация идет, что... Ему нравилось. То есть он как ребенок. А так как у нее дети, он тоже присутствовал там. Ему это нравилось. Да, он по возрасту... Он получал свою вот эту какую-то теплоту. Ты присутствуешь в квартире тоже, красный дракон? Нет. Мы сегодня... Нет. Хорошо. Кто из вас еще присутствует в квартире? Олесе. Там, где она живет сейчас. Никто. Понятно. Хорошо. Так, и так. Инкуб, как долго ты находился в этом биополе? Три года последние. Три года. Хорошо. Ну, червь пришел вместе с бесом. Хорошо. Ревер закончился? Да. Хорошо. Я... Начнем тогда сейчас. Червь в клетке находится. А червя есть? Бес что-то в биополе? Осталось? Дырки остались в чакрах. А как мы будем теперь решать ситуацию? Закачиваться энергией. Понятно. Хорошо. Это мы решим вопрос. Хорошо. Давай, Инкуб, выходи первым. Снимай все, что ты оставил. Все ленточки свои, шейники, корсеты. Развязывай все, что ты связал. И возвращайся назад в клетку и докладывай мне о готовности к проверке. Он ей заклеил рот и руки у нее, как веревки на запястьях. А то, что ты заклеил рот, как это отображалось, Инкуб, на физическом плане? Что она ощущала? Напряжение. Он говорит, нечего кричать, дети спят. Такое еще не слышал. Хорошо. Тебя это как-то тревожило или это тебе давало больше энергии? Я не понимаю сейчас. Он ей владел. То есть он ей связывал руки, закрывал рот. Да. Она хочет мужчину сильнее себя. Вот она ей показывала силу. Вот так наши желания воплощаются на физическом плане. Будьте осторожны тому, чего вы желаетесь. На тонком плане. На тонком плане, конечно. Будьте осторожны того, что вы желаете, потому что это ваш призыв будет услышан. Но не тем и не так, как вы себе это представляете. Далеко не так. Готово. Так вот, кто-кто, так Инкуба и Сукуба, они точно без работы не останутся. Хорошо, Красный Дракон. Я прошу тебя сейчас выйти и вытащить все свои платы, отключить их, все, что я оставил в биополе, и вернуться назад, доложить о готовности к проверке. Приступай. Красный Дракон, у тебя что установлено там в биополе Олеси? И как оно воздействовало на нее, как оно это ощущало? Что-то транслировало ей или просто подсасывало энергию? Он к ней, он синхронизировался с ней по чакрам. А, полностью. Это давало ей давление на спину, но другому не мог удержаться. Да, это давало давление на спину, у нее боли в спине, в позвоночнике. Так это было тогда, получается, от твоей подключки, от твоей конструкции, да? Спина у нее болела. А кто ответственный был за шея и плечи, за эту область? И за грудь, боль в груди. Червяк, Дракон. До сердечной чакры выше были, Рептилоид. Понятно, хорошо. Все понятно теперь. Снял Дракон. И еще у Веса, кроме Червяка, есть там в ногах что-то. Ну, конечно, есть он должен будет сейчас, когда его очередь прийдет, он выйдет и все это уберет. Хорошо, благодарю, Красный Дракон, Рептилоид. Прошу тебя послать Греев, чтобы они все отключили, все сняли. И объясните Греи, как эта ваша конструкция воздействовала на нее. И что вы конкретно, какую энергию отсасывали. Приступаем. Дед Слава, они мозги крутили, а показывают они. И ей как будто в голову болты вкручивают, и сверху какая-то как установка идет. И какая была? Спустились они там, где она год назад жила. Ага. То есть они к ней подключились там, где она год назад жила. Хорошо. А как это воздействует на нее? Какие боли она ощущает на физическом плане от этой конструкции с болтами? Она не может думать. Думать не может. Дальше планировать. Понятно. Каша в голове. Там не каша, там как пули в голове. Вот эти вот болты, они с разных сторон закручены. Немножко там, немножко там. Не доводит она до определенной цели, не доходит. Понятно. Все. До какого-то плана конкретного. Да. Растерянность какая-то. В планах. Хорошо. Ждем, пока они все отключат и снимут все болты, все конструкции. Ничего, чтобы не осталось. Эта конструкция как раз на плечи упирается. Шея плечи заканчивается здесь. А вот там как раз и болело у нее. Хорошо. Готово. И я прошу Беса сейчас выйти снять все свои подключки, забрать все, что от Червя еще осталось, если что-то осталось, и прямо на том месте доложить мне, что он все снял. После этого я дам команду ему на лярву. У него как плата внизу под ногами красная. Ага. А что это за плата Беса? Какая у нее функция? Получается, он находился там, а Червь к ней был под ключом. Червь шел выше по чакрам. Так он увеличил свои шансы получить, потому что он сам наверх не может туда залезть. А вот Червю можно ползать. Действительно продвинутый. Знаешь, он показывает, что какая-то точка в мозгу дает как импульс, который связан вот с этой платой. Одна маленькая-маленькая точечка, но она в определенное время включается и говорит, что надо это сделать, надо это сделать. Какая навязчивая задача, да. Сейчас нужно пойти и это сделать. И кто активирует эту точечку? Червяк начинает движение свое в определенное время. Под вечер. Вечер так и есть у него проблемы. После трех он начинает движение, точечка начинает потихоньку пульсировать. Понятно. Но так потихонечку, что эту мыслеформу она не может выкинуть сама. Это желание выключить. У нее не хватит сил и понимания того. Но она, знаешь, снизу от палаты она таким тонкой-тонкой, как назвать? Ниточкой. Ниточкой, проволочкой. Но это энергия, поток энергии очень тонкий, который ведет к мозгу в определенную маленькую точечку и начинает пульсировать. Понятно. Когда палату вытащил, он вытащил полностью эту конструкцию, да. Ниточку, скажем. А эта точка, она находится постоянно в ее голове. Только ты этой ниточкой ее активировал, я так полагаю, да? Постоянно в голове. Понятно. Хорошо. Я просто хотел спросить, это не твоя ли под ключкой эта точечка? Потому что мы и меточки видели, и все что угодно. Так он уже рассказывает, что это от платы идет. От платы. И идет в мозг. Все, понял. И мозгу останавливается точечкой. Хорошо, Без, я благодарю за информацию. Разрешаю тебе снять лярвы, которые остались в ее биополе. Все забирай, ничего не оставляй. Приступай. Готово. Отлично, хорошо. Так, переходим к рассинхронизации. Я даю команду Олесе. Заканчивается автоматически. А знаешь, у нее вот это все влияние, которое шло от всех интерферентов, это было влияние на физическое тело, на органы физические. Поэтому она не могла повернуться к душе. Отвлекала боль постоянно. Постоянно боль отвлекала. Да, беспокоила ее постоянно. То желание в виде червя, то боли, то мысли. Конечно. Это массивная атака. Здесь без разговора выдержать все-таки шесть. Ужа спала, она не могла к ней обратиться даже. Хорошо, я очень надеюсь, теперь она после чистки очень хорошо почувствует свою душу и ее потребность в развитии. Закончилась рассинхронизация. Хорошо, включаю Олесе внутренний белый свет. Один, два, три. И на счет три она начинает выдавливать из себя шар перед ней. Один, два, три. Свет пошел. Знаешь, из нее выходят как остатки мыслей, на которые она не может найти ответы. Как такие небольшие зигзаги выходят. То есть это вот о чем-то она думает, но она не может ответить сама себе. То есть у нее нет плана, у нее нет какого-то, чем это может закончиться. То есть как начало мысли, а дальше она никуда идет. Понятно. Выдавливаем. Ведом нет на них. Это тяжелые остатки. Выдавливаем их из себя. Все выходит. Готово. Большой шар. Большой. Открывая под ним портал в галактическое ядро, и он уходит на переработку. Закрывая, печатаю, растворяем. Хорошо. Я даю команду скэнеру на контрольную проверку. Один, два, три. Скэнер сканирует все семь тонких тел, а Леси проводит контрольную проверку. Выпаривает. Если найдет остаточные негативные энергии и вибрации, и загорается зеленый-красный маячок. Покашляет почему-то. Что-то есть у нее еще. Хорошо. Включаем. Появляется твой медицинский ручной скэнер. Один, два, три. И сканируем. Это место проявляется красным цветом, загорается. Все, что негативное и патогенное, находится в ее горле, что вызывает кашель. У меня там как белая пленка какая-то. Белая пленка. На счет три даю команду. И эта белая пленка выходит до последнего микрона и зависает перед Олесей. Да, будет так, а таки есть. Это пленка, знаешь, как, когда душа рождается. Да. Вернее, когда ребенок, душа, взорудыши была показана, она, вот эта пленка ее от физического тела отделяла. Ей соединиться надо полностью, убрать эту пленку между телом и душой. Вся пленка вышла? Она ее, знаешь, как рукой, вот так, в области горла ниже, вытянула. Сворачивает, да. Скажи, чтобы вы это, может, осталось что-то. И, включая еще раз, подхожу к Олесе, помогая ей своей энергией выдавить эту пленку, значит, три из себя. Один, два, три. Да, будет так, а таки есть. Пошел свет. Выдавливаем эту пленку. Готово. Мы ее можем уничтожать? Да. Открывается под ней портал в галактическое ядро 1, 2, 3, и она уходит на переработку. Есть. Закрывая, печатая, растворяя. Хорошо. Подхожу к Олесе, кладу руки на плечи, и даю импульс высокой вибрационного шока удара, и сжигая все каналы к интерферентам. Один, два, три, удар. Отлетают все каналы. Открывается портал в галактическое ядро, эти каналы уходят на переработку в чистую первичную энергию. Закрывая, печатая, растворяя. Готово. Хорошо, буду отпускать. Все прошли контрольную проверку, все чисто. Прошу вас больше не приходить в это биополе, оно будет контролироваться. Рептилоид с Греем, вы готовы уходить? Подожди секунду. Ей показывают, ну как она, ее тело сейчас. Тело и внутри у нее душа, она как такой вытянутый, как кристаллик формой, подсвеченный. И слова идут, что ей надо лелеять и возрастать свою душу. Расти этот кристаллик. Зарастить. Да. Но он не кристалл, то есть он не плотный, он именно из света такой кристалл. И вот она должна обнять себя, с собой познакомиться, со своей душой, растить ее, чтобы вот этот свет внутри развивался. И она вот так себя обнимает и как ребенка качает. То есть ей нужно душой заняться, развитием души, чтобы у нас по физическому телу вот этот свет распространился. Вот такая ли информация идет. Отлично, благодарю за эту информацию. Каналы мы отбили, будем отпускать интерферентов. Рептилоид с Греями, вы готовы уходить? Готовы. Открывается наверху два портала, один на частоте рептилоида, один на частоте Греев. Один, два, три. И каждый, и рептилоид уходит в свой портал, Грей забирает все, что они с собой принесли, и уходит в свой портал. Оба портала закрываются, опечатываются, растворяются. Готово. Хорошо, красный дракон, я тебя прошу больше не приходить в это биополе, иначе я тебя найду. Тебе это понятно? Ему понятно, ему очень нравится, что с ней происходит. Он говорит, что он первый раз такой, как сказать, возврат и расцвет души видит внутри, свет души. А, который сейчас процедически понятно. Да, вот так вот, вот это, так сказать, и смысл нашего. Да, он говорит о рождении души, то есть вот из этой пленки она родилась. Значит, ты стал свидетелем. Она спала, он говорит. Ты стал свидетелем важного момента. Можешь записать свой опыт. Да, он кивает, ему нравится. Можешь записать свой опыт, поэтому ты что-то пережил, то, что другие драконы наверняка никогда не видели. Хорошо, красный дракон, но все равно я прошу тебя. Он говорит, что душа родилась, но не развилась. У нее еще есть шанс, она филистит. Второе рождение. Так и есть. Это и есть второе рождение. Смотри, какой начитанный красный дракон. Хоть и молодой. Хорошо, ты готов уходить? Он говорит, что прежде чем спуститься на какую-то планету, звезду, галактику, мы должны изучить строение жизни, население, флору, фауну и много чего другого. И как ты учился? Ты знаешь всю нашу флору, фауну, нашу культуру? Как наш мир устроен? У вас культура человека? О чем ты спрашиваешь? Потому что на вашей планете не только человек. Да, на нашей планете. Я смотрел полностью обитателей. Но у меня была своя задача, так же, как у вас. Хорошо. У каждого своей задачи. Согласен, дракон. Ты очень правильно и очень интересно все ответила. Скажи мне, пожалуйста, процент человеков. Человеков – это те, у которых есть человеческая душа. Я так понимаю? Мы на одном языке говорим. Нет, не человеческая душа. А как? У которых есть душа. Какой их процент, если из ста процентов взять? Меньше и меньше. Да ты что? Ну, хоть цифру приблизительную назови, для того, чтобы я мог ориентироваться. Вас уничтожают. Вы уничтожаете сами друг друга. Вам вводят генетические препараты, меняющие ваше ДНК. Вас скрещивают с машинами и другими расами. Человеки должны объединиться, взяться за руки и быть выше того, что происходит. А вы поддаетесь панике и верите. Верите тому, что… Верите информацию, которую вам дают. Возбуждаетесь, ненавидите. Не понимаете, что это… Что следующее поколение и следующее, и следующее будут другими. И душ будет меньше и меньше приходить на землю. Вот так вот. И когда-нибудь земля так и станет темной планетой, если так будет все развиваться. Не темной, темной планетой. Техногенной, скорее всего. Когда ящеры с гуманоидами полностью заберут контроль над человеческим разумом. Процент уж останется, но они будут. Им будет тяжело очень. Рабами. Скажи мне хотя бы, когда это приблизительно случится. Никогда. Никогда. А может быть скоро. То есть вариант… Это зависит от вас. Я лишь сказал один из вариантов. Понятно. Вариантов будущего много, конечно. Будущее всегда много вариантов. Поэтому все зависит от того, как те, о ком ты рассказывал, поведут себя в будущем. Как ваши души проснутся. Какая мрачная перспектива. Как ваши души поймут, осознают и объединятся на свою защиту. И на свое право используют свои энергии и свое право вести свою жизнь так, как они считают нужным. Хорошо. Вас вводят в войну и уничтожение. И это происходит прямо сейчас. И вы поддаетесь, ненавидите. Но вы не видите действительное зло. Вы не видите настоящей правды. А почему мы не видим? Что нам закрывает глаза? Информация. Информация. Ненависть. Сложившийся стереотип. Все понятно. Полное. Я бы сказал, глобальное видение ситуации. Иногда герои становятся бандитами. И наоборот. И наоборот. Но вы не видите этого. Да, много ты сегодня, конечно, информации дал. Я благодарю людей за эту информацию. Красный дракон, вы действительно... Это не моя информация. Я понимаю. Это ваша информация Земли. Я не сказал ничего нового. Я не раскрыл никакой секрет. Нет. Я лишь показал вам с глобальной точки зрения, как это вижу я. Я не принадлежу Земле. И тем не менее, это было очень интересное разъяснение и комментарии с твоей стороны. Я благодарю тебя за эту информацию. Хорошо, Красный дракон. Я благодарю тебя, если мои слова как-то смогли показать тебе ситуацию. Показали. Действительно показали. С твоей точки зрения, мне очень было важно узнать, как представители других цивилизаций воспринимают нас. И, в принципе, я понял, как выглядит ситуация на настоящий момент. Самое страшное, что вы не слышите. Вы озлоблены. И эта ненависть постоянно подпитывается. Вы под информацией определенной. И вы не слышите, почему вы не видите первопричин. Я полагаю, космические цивилизации и темные мира, которые стоят за этими событиями и которые их разворачивают, ставят необходимых людей на эти места ключевые, которые приводят к этим... Не надо никого винить. Я не винию. У вас есть твоя душа, которая должна развиться. И сделать выводы свои. И изучить, и сделать свои выводы. А самое главное, у вас есть сердце, которое всегда подскажет. Но эта информация живет глубоко внутри вас. И чтобы ее достать, нужно провести очень много работы. внутри себя, переоценку, расширить свое видение, подняться над землей и посмотреть глобальным видением ситуации. Абсолютно верно. Только тогда вы будете иметь полную картину и понимать определенные действия, которые вы не можете объяснить на сегодняшний день и считаете злом. Но, как я уже сказал, зло иногда в ваших глазах. Со временем может оказаться добром, а герои могут стать бандитами. Не надо делать поспешных выводов. Жизнь, ваша жизнь, а все расставит на свои места. А знаете почему? Почему? Потому что вы не объединяетесь, а грызете друг друга. Да. Сказать нечего. И возразить нечем, дракон. Ну, ты знаешь, я тебе скажу, я встречался с очень сотнями драконов и очень высокими драконами. Но у меня мало было интересных разговоров, таких как дискуссий, как с тобой. Я еще раз благодарю тебя за эту информацию. Я молодой дракон, и мне нравится расти и развиваться. У нас есть определенные точки внутри, которые мы развиваем. Назови это душой дракона. Да, хорошо. У нас есть свои задачи, которые мы должны развить и выполнить. Благодарю тебя, что выслушал меня. Я с удовольствием тебя выслушал, потому что я очень редко встречал такого начитанного и информированного и логически мыслящего дракона. Честно тебе скажу. Очень приятно было с тобой общаться. Хорошо, буду тебя отпускать. Ты готова уходить? Да. Открывается наверху портал против часовой стрелки на частоте красного дракона. Один, два, три. И красный дракон забирает все, что он с собой принес, и уходит на свою частоту. Закрывай, опечатывай, растворяй. Так, инкуб, готов уходить? Готов. Открывается внизу портал против часовой стрелки на частоте инкуба, один, два, три. Инкуб забирает все, что он с собой принес, и уходит на свою частоту. Закрывай, опечатывай, растворяй. Готово. Хорошо, Бес, еще один вопрос. Скажи, ты первородный или ты был когда-то человеком? Первородный. Иначе бы я не достиг. Вот как? Такого, с моим восьми герцем. Да, ты просто, ты знаешь, я встречался с очень многими демонами, они намного тупее тебя. С рождения обучался. Вот как. То есть тебе кто-то, так сказать, это твое желание было обучаться, или тебя кто-то там продвигал? Ментор, у тебя был какой-то учитель, который сказал, вот ему надо учиться, у него заложено. По-другому происходит. Ага. После определенного времени нашего появления нам показывают определенные картинки. Я не буду называть ваши пороги и грехи. Мы их знаем. И определенные вещи нас притягивают больше. Каждый выбирает свой конек, как я уже говорила. Ух ты, какое демократическое у вас общество. У вас больше свободы, чем у нас на земле. Так же, как и вы. Кто-то рожден был быть математиком, а кто-то дизайнером. Вот как. То есть у вас какие-то задатки уже есть при рождении. Абсолютно верно, да? Если кто-то математиком, кто-то музыкант, кто-то имеет свою специфику. Вот, вот. Ты меня правильно понял. Да. Скажи еще последний вопрос. Сколько тебе лет в человеческих годах? Да, откуда я знаю. Может, 700. А может, 50. Ладно, хорошо. Бес, было интересно с тобой общаться. Ты остался довольным. Забрал все лярвы. Ответил мне на очень интересные вопросы. И да, я признаю, ты специалист в своем деле. Буду тебя отпускать. Ладно, ладно. Неприятно. Ну, лезть это ваше, конечно. Хорошо. Я могу тебя с червем вместе в один портал отпускать? Или отдельно? Да. Это мой червь. Хорошо. И открывается... Инструмент. Конечно, да. Твой червь. Мы Добермана видели, и Змей видели. А вот червя вот так вот первый раз увидели. Хорошо. Открывается внизу портал против часовой стрелки на частоте Беса. Один, два, три. Бес забирает червя, забирает все, что он с собой принес и уходит на свою частоту. Закрывай, опечатывай, растворяй. И ставь огненную пентаграмму. Готово. Фу, Вера. Сегодня какой-то информационный день. Я аж прям, честно говоря, ну, говорят и говорят, надо выслушивать. Поехали по частотам. Есть. Пусть тонкая копия Олеси вспомнит самый счастливый момент в жизни и даст нам числовое значение. 550 максимум ей нужно. И поднимаем уровень эмоционального состояния тонкой копии Олеси до значения 550 Гц. Пошел подъем. Это доброта. Это там, где ей нужно остановиться. Готово. Синхронизируется энергия вибрации, гармонизируется, распределяется, усваивается наиболее эффективным образом. Один, два, три. Хорошо, мы закончили чистку. Олеся, как вы себя чувствуете? Она как новорожденный ребенок, который учится всему с самого начала. Дракон так и сказал. Видеть, ходить. Чувствовать свою душу внутри. Эту душу, во-первых, надо с физическим телом гармонизировать. Доброта — это та волна, которая ей нужна.